На российскую спортивную пару, зрители, собравшиеся на трибунах Тенгераба Холла, первая из трёх российских пар. Юлия Артемьева, Михаил Назаровичев. Спортсмены, которые представляют первенскую школу парного катания, и фигуристы, которые в нынешнем сезоне уже неоднократно зажигали, в том числе и переполненный зал. Саундтрек к фильму «Богемская рапсодия», который рассказывает об истории коллектива Queen. Саундтрек к фильму «Богемская рапсодия» «Богемская рапсодия» «Богемская рапсодия» «Богемская рапсодия» «Богемская рапсодия» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот что тут сказать? Ну как-то вот настолько грустно. Честно признаться, вот ни при каких обстоятельствах ждать этого было невозможно. Ни при каких совершенных. Настолько здорово смотрелись Юлия с Михаилом в короткой программе. Настолько они приучили нас к своим почти безошибочным прокатам по ходу текущего сезона. Что ничего подобного даже близко было нельзя представить в страшнейших кошмарных снах. Ну сейчас вы видите немножко меняется техническая оценка. Я скажу за счет чего. За счет того, что изначально бригада орбитра собиралась обнулять целых две поддержки. И этого не произошло, конечно же. Но тем не менее... Не будем говорить ни про выручающие впечатления, ни про обидные падения. Все прекрасно понимают и сами спортсмены, и их тренеры. И это то, что, к сожалению, иногда случается. И даже не только на юниорском уровне. Это то, что никак нельзя объяснить ничем совершенно. Уровень мастерства у этих фигуристов настолько высок. Вот насколько высоко улетает Юлия Артемьева в этой подкрутке. Шикарное совершенно исполнение. А потом откуда что взялось. Я еще про себя отметил, что вот насколько уверен в себе Михаил Назаровичев, когда даже видит, что партнерша не исполняет второй, третий прыжки после неудачного приземления с Акселя, что он доделывает и Оилер, и Сальхов. Но, к сожалению, эта ошибка оказалась единственной. Не хотелось бы, конечно, никому пожелать подобного опыта, но раз уж если что-то такое случилось, то, разумеется, теперь хочется только нашим фигуристам скорее перестать размышлять на тему, как же это произошло. Но, я думаю, что логичного объяснения этому быть не может в принципе. Когда все сошлось, но в обратную, в противоположную сторону. Все разошлось. И, несмотря на это, тем не менее, смотрите, при трех баллах штрафа, при, мягко говоря, не их оценке за технику, а оценке за компоненты, и в целом впечатление от программы такое, что фигуристы в любом случае сохраняют лидерство с таким солидным запасом относительно тех, кто катался перед ними. Уровень наших и тех, кто катался раньше, просто не сопоставил. Не прикольно.